Добрый день! Меня зовут Елена. Я ведущая программы «Проповеди по понедельник». И сейчас вашему вниманию предлагаю прослушать проповедь пастора Бая, нашего духовного наставника, по книге Иова, по 9-10 главам. С первой главы мы чувствуем страдания Иова. Нам открыта его страдающая душа. В 9-10 главах этот поток жалоб не прекращается. Поток жалоб Иова на несправедливость судьбы. В этой речи нет структуры. Всё, что есть на душе Иова, он передаёт нам в словах. Он говорит то о Боге, то о себе и каждый раз начинает сначала. Иногда происходит в его речи импульс, потом поток чувств уменьшается и снова взрывается. Разумными словами это можно сказать коротко. Но чувство страдающего человека не иссякает. Это долгая чувственная речь. Человек может высказать то, что лежит на его сердце. Иов обращается к Богу на глазах у людей и видит, что люди и друзья его не понимают. А может быть не понимает его и сам Бог? Ведь жизнь до начала, до несчастья, до прихода горя в его дни была очень проста. Он был убеждён, что если перед Богом, Богом правильно поступаешь, то жизнь твоя будет как полноводная река. Что тебе не грозит беда или несчастный случай, что должен делать праведный, то делал Иов. Он поддерживал слабых, боролся злом, не давал злу торжествовать. И как судья он поступал очень справедливо. В отношениях с людьми он поддерживал только добропорядочные отношения. И вот его эта обеспеченная, стабильная жизнь за короткое время превратилась в ад. Тут явно вмешался Бог. Ведь такие беды, которые пришли в жизнь Иова, люди не могли сделать. Здесь слышно в этих страданиях самая большая горечь. Это потеря отношений с Богом. Потеря чётких критериев хорошей жизни. Потеря критериев, как надо жить. Бог всемогущий. Почему же Бог нарушает свои заповеди? Всё, что он указал, Иов исполнял, так почему же сейчас обещания и у Бога беречь исполняющего заповеди его не исполняются? Почему чёткие границы той жизни, чёткие границы, которые сам Бог дал человеку, они не работают? Если судиться теперь с Богом и спрашивать у него почему, то Бог выступает как судья, а Бог сильнее. Нет способа избежать беды, если сам Бог эту беду даёт. Нет посредника, чтобы примириться человеку с Богом. Раньше Иов всю свою жизнь уповал на себя. Он знал, что если он будет исполнять Божье повеление, то в него в жизни всё будет хорошо. Но теперь он говорит о посреднике между ним и Богом. А этого посредника нет. Есть только судья, который Бог. И теперь, что делать Иову, если праведность верных Бог не защищает? Если нет чётких критериев праведности, что делать? Иов говорит, люди меня обвиняют в том, что я согрешил перед Богом. Он не говорит, правы люди или нет. Он восклицает. Это одна из его жалоб. И он просит у Бога, теперь отступи на время, дай мне передышку, дай мне подумать, дай мне приобрести снова ту опору, которую ты сам выбил из-под моих ног. В принципе, мы тоже поднимаем вопросы, если мы верим, верим Спасителю, верим Богу. И мы верим в то, что наша жизнь будет защищена. И что мы не имеем тех проблем, которые имеет грешник, потому что мы исполняем заповеди. Например, если мы верим Богу, что Бог нас сохраняет, то при праведной жизни мы уже имеем гарантированное хорошее существование. Например, нас не ждут проблемы алкоголика. И вопросы, почему же так не происходит, у нас у каждого есть эти вопросы к Богу. Почему мы видим, что скромный человек, который пытается хорошо работать, который выполняет заповеди Бога в любви к ближнему, который начинает расти по лестнице, имеет благословение Бога, и тут у него появляется много врагов. Почему? Все эти вопросы мы поднимаем к Богу. И это наше, можно сказать, приоритетное право. Мы испытываем беды, если мы посмотрим на жизнь нашу и сравним жизнь с другими неверующими людьми, то наши беды, они наравне с грешниками. И в этот момент мы сами оказываемся в положении Иова. Так зачем же мне верить? Не приходит ли такая мысль нам? Зачем же верить, если Бог не является гарантом нашей обеспеченной жизни? Грешник всегда надеется на успех. Он к нему приходит. Но мы должны понимать, что этот успех будет временный. Он определяется земным, земными мерками. И вот момент крушения жизненных основ мы ищем всегда, на кого нам надеяться. И в этот момент, самый первый момент, нам кажется, что в отчаянии мы думаем, что и Бог, и люди, они не предатели ли? Ведь они не помогают. Иногда у нас возникает вопрос, мы вообще чужие в этом мире? И мысли самоотрицания, то есть мы живем, стараемся, ничего не получается, горе, беды нас окружают, потери, невосполнимые потери, так, может быть, закончить с этой жизнью самим? Но мы понимаем, что самоубийство – это грех. И даже мысленно нельзя отрицать свою жизнь. И сейчас вот мы, так же, как Иов, можем говорить, «Бог, объясни нам, мы нуждаемся в посреднике, и отступи от меня, чтобы я понял, в чём я нуждаюсь, а я нуждаюсь в посреднике между Богом, между тобой, Бог и мной». Давайте искать ответа вместе. Нам кажется, что Бог нас обманул, когда в нашу жизнь приходят несправедливые страдания. И мы знаем, мы верим, и мы знаем, мы убеждены, мы читаем Слово Божье, мы знаем, что всё в руках у Бога. И мы видим, что всё в руках у Бога, а у нас катастрофа. И тем более, что катастрофа, которое приходит нам непонятно за что. И люди нас обвиняют и говорят, «Нет-нет, ты виноват, Бог тебя наказывает, а Бог справедливо тебя наказывает. По-другому не может быть». И в этой книге мы видим интересное, видим то, что нас может поддержать. Бог бы нам сказал, «Я продолжаю тебя любить. Хотя дела мои против тебя, но я тебя люблю, и я страдаю вместе с Ним». К сожалению, мы часто не слышим тихий, утешающий голос Бога, Духа Святого. Мы привыкли сами, что если человек к нам хорошо относится, то значит, он нам делает добрые дела. Он нас не должен подвести, он нам говорит правду. И если это не так, если человек, который хорошо к нам относится, вдруг становится нашим врагом, а мы продолжаем в нём видеть друга, то это уже вера в дружбу запредельная. Но она реальна. Давайте обратимся к Израилю, к Божьему народу. Божий народ испытывал большие страдания. И Бог их наказывал за то, что они от него отступали. Это длилось сотни лет. И беды приходили к Израилю, и ещё беды. Слишком долго нас Бог наказывает, жаловались евреи. Почему Он нас отдал в руки язычников, нам так плохо? Мы даже заповеди твои, Бог, не можем исполнять. И книга Иова приносила верующему народу Божьему утешение. Да, они говорили, наш Бог плохо относится сейчас к нам, ибо мы нечисты перед Ним, но мы знаем, что Бог любит Израиль. Были в Израиле люди, которые жили в праведности и перед Богом ходили в праведности, но они тоже страдали. Но страдали не за свои грехи, а страдали за грехи народа, за своих прадедов. Главное нам в тяжёлое время жизни поддержаться, держаться веры, что милость Бога к своему народу не пройдёт, милость Бога к любящим, боящимся его не пройдёт. Это поощряло евреев поступать правильно, ибо Бог говорит верующему, ты мне не надоел, и я тебя наказываю не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы ты искал меня и понял, как я тебя люблю. Я хочу отступиться от проповеди и рассказать одну историю, которую нам рассказывал пастор Абай в другой проповеди. Он говорил, когда в фашистском лагере евреев собирали вместе, чтобы уничтожить, и Раби молился Богу, он говорил, «Мой Бог, Ты отнял у нас всё, наши дома, наше богатство, всё наше имущество, Ты отнял у нас одежды, Ты отнимаешь у нас тела, Ты отнимаешь у нас жизнь, Ты наш Бог-Отец, ну не отними от нас веры». Я это вижу. Я вижу эти страдания. И в страданиях для меня это утешает. И вот мечты Иова иметь посредника, они исполнились в Новом Завете. Мы избраны. У нас есть посредник. Это посредник Иисус Христос. Он не выше Бога, Он равный с Ним. И Он ходатайствует за нас перед Богом. Он своей смертью удовлетворил требованиям Судьи Бога и требованиям человека. Вечная жизнь, мир с Богом. Это принес Иисус Христос нам. Когда мы попадаем в такую беду, то ответ мы получаем в книге Иова. Бог тебя любит. Ты праведен перед Ним. У нас есть Искупитель Иисус, который за каждый наш проступок заплатил своей кровью. Если мы, христиане, и понимаем, что грешим, у нас есть ходата Иисус. В Иисусе Христе мы прощены полностью, потому что за наши грехи ответил Сын Божий, будучи человеком Иисус Христос. Пришла беда. Надо каяться в том, что мы конкретно натворили. Если мы не знаем, как надо поступить, надо просто молиться Иисусу. Будь ходатаем. Ходатайствуй о нас. Если для Иова была такая милость совершена, Бог ему ответил. Он ответил ему, что он продолжает быть гарантом его хорошей жизни, потому что ты, Иов, мой любимый сын, ты праведен передо мной. А Новый Завет говорит, что Бог остается и нашим гарантом. Это наша вера, это наше утешение. В бедах нам надо не искать виновных, не смотреть по сторонам. Нам надо, как Иов, обращаться к Богу и сохранять спокойствие. Стрессовая ситуация. Мы взываем к Богу, к тому, кто любит нас. Надо продолжать взывать к Богу и чувственно облегчать наше сердце словами, говорить наши страдания. У нас есть друзья, у нас есть родные и близкие, у нас есть Бог. Есть Бог, который слышит каждый наш вздох. Иов говорит, я не буду судиться с Богом, я буду умолять Его. Нам дана молитва. И мы просим Иисуса Христа вступиться в нашу тяжбу, вступиться за меня, Господь, вступись за меня. И есть моление, когда мы сами находимся в несправедливости, и мы умоляем Бога быть милостивым и к нам, и к нашим близким. Вот это для нас хороший пример. То, что мы прочитали в 9-10 главах книги Ова. Чтобы мы не судились с Богом, а чтобы молили о пощаде и милости. Чтобы Бог по милости своей помог нам преодолеть все испытания и насладиться Божьей любовью. Аминь. Проповедь закончена. Я благословляю всех, особо тех, кто был с нами все это время. Будьте благословенны и с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok